всем привет меня зовут анатолий добро пожаловать на канал ящик с инструментом сегодня на обзоре будет то о чем многие давно просили в общем все просили крест и сегодня будет самый мощный крест крутящий моментом 150 ньютон-метров сегодня с помощью наших приборов а также разнообразных тестов мы посмотрим на что этот крест способен нагрузим его по полной будем крутить и сверлить то что даже в голову многим не придет в общем присаживайтесь постараюсь коротко но как обычно интересно и начнем традиционно с внешнего вида в общем шуруповерт у нас полностью черный из обрезиненных частей здесь обрезина только рукоять обрезинена по кругу вес шуруповерта просто тушка верить это 1 килограмм 475 грамм если мы сюда повесим еще рукоять комплект но это 1 килограмм 600 грамм в общем с двухамперной батареи шуруповерт весит 1 килограмм 865 грамм если поставить батарею 4 ампера то вес шуруповерта 2 килограмма 120 грамм если ставим аккумулятор на 8 ампер часов 2 килограмма 536 грамм длину шуруповерт 190 миллиметров патрон здесь на 13 миллиметров металлический одномуфтовый еще очень сильно понравилась конструкция дополнительной рукояти она здесь максимально простая но при этом очень надежная и благодаря этому всему эту рукоять я могу как поставить одной рукой так же одной рукой снять без особых заморочек теперь погнали по характеристикам данный шуруповерт у нас двухскоростной на 1 скорости красным обещает 550 оборотов проверять будем обороты с помощью прибора мини тахометра в общем на первой скорости там чуть меньше 490 оборотов на 2 скорости красным обещают 2000 оборотов проверяем с помощью прибора там тоже чуть меньше 1950 оборотов все в пределах погрешности далее обычно мы проверяли емкость аккумуляторных батарей с помощью прибора и max b6 но у нас сегодня в тесте будет три вида батареи это 2 ампера 4 ампера и 8 ампер часов и если мы берем проверку с помощью i max 8 амперную батарею это по времени займет ну примерно около суток соответственно ко мне едет новый прибор который позволит все это дело замерять с нагрузкой поэтому в дальнейшем когда будет полное сравнение вот этого шуруповерта с его аналогами конкурентами там мы сделаем полные цифры все это дело вы увидите а сейчас переходим к практике ставим батарею 2 ампер часа и начинаем закручивать саморезов фанеру крест на 2 амперной батареи смог закрутить 242 самореза после этого шуруповерт у нас полностью разрядился нагрелся сам шуруповерт до 49 градусов аккумуляторная батарея до 41 далее все стандартно будем проверять вторую скорость для этого нужно что-то посверлить в общем у нас есть шуруповерт также будет 2 амперная батарея использовать мы будем 40 перья в общем давайте смотреть что получилось крест на 2 амперной батареи за один заход смог сделать 16 отверстий после этого батарея также полностью разрядилась нагрелся шуруповерт примерно так же как при закручивании саморезов 47 градусов а вот аккумуляторная батарея больше 62 градуса первое сегодняшнее нововведение это сверла xt по ним у нас четырехгранные тоже злые сама вкручивающиеся и по сути эти сверла также используются в основном для винтовертов короче возьмем аккумулятор побольше посмотрим сколько отверстий сделает у нас дрель в общем за первый заход крес у нас мог сделать 93 отверстия после этого шуруповерт у нас перестал работать из-за того что нагрелся нагрелся сам шуруповерт до 58 градусов аккумуляторная батарея до 60 далее все это дело мы остудили и после этого смог сделать еще 13 отверстий общее число 106 отверстий ну что вроде как мощный к но а насколько этот шуруповерт у нас мощный короче давайте попробуем измерить у него мягкий крутящий момент есть как я не раз говорил есть жесткий крутящий момент который измеряется на грани поломки инструмента есть мягкий крутящий момент который измеряется постепенным наращиванием стиле как примеру закручивание здорового глухаря в этот раз глухарь прям вообще здоровущий при этом если мы говорим про крест то здесь есть два параметра есть жесткий крутящий момент это 150 ньютон-метров и есть мягкий крутящий момент который равен по паспорту 65 ньютон-метров в общем давайте попробуем закрутить этот глухарь и замерим все это дело динамометрическим ключом 48 я надеюсь вы осознали крест на первой скорости 300 глухарь вкрутил в бревно за один заход то есть полностью до вторец но 300 глухарь он в диаметре 10 миллиметров при этом у меня в магазинах тут соседних ничего подобного нет это самое здоровое что я нашел что-то еще здоровее надо ждать на заказ короче уже к следующим тестом когда будет сравнение достану что-нибудь поздоровее там может быть все это дело выдаст гораздо больший крутящий момент здесь он оказался 50 ньютон-метров далее вас ждет еще одно нововведение я посмотрел разные каналы и многие используют для тестов вот такие здоровые саморезы в общем я купил разных решил попробовать на разных аккумуляторах думал 2 амперный не справится короче давайте смотреть я зарядил 2 амперный аккумулятор взял вот такой здоровый 400 саморез и что мы видим он просто взял его и закрутил то есть сравнить не получается поэтому я придумал еще одно интересное занятие это здоровая лесенка от 150 по моему в диаметре около 8 миллиметров глухаря до 300 то есть давайте посмотрим справится ли шурик с этой задачей и аккумуляторы мы будем чередовать начнем с 2 амперного аккумулятора когда он не сможет поставим аккумулятор на 4 ампера когда 4 амперный сдастся мы поставим 8 амперный и посмотрим максимальную мощь данного шуруповерта давайте начинать первым идет 160 глухарь диаметром 75 и зашел вам в легкую без особых проблем далее берем такой же глухая но в длину 200 миллиметров тоже зашел на ура далее мощность глухарей у нас увеличивается диаметр уже 9 миллиметров башка 17 миллиметров 180 глухарь крес не докрутил с первого раза но за второй заход сделал это без особых проблем следующем идет 200 глухарь здесь все то же самое отработала защита и с нескольких попыток крес докрутил его до конца увеличиваем глухари это 220 данный глухарь все то же самое сработала защита но через несколько мгновений он закручивает его также до конца далее градус увеличивается глухари еще здоровее это у нас 250 в длину один сантиметр в ширину и голова 19 при этом все это делаю без предварительного засверливания и что мы видим на 2 амперный он в принципе закручивает но сработала защита и я решил поменять батарею поставил 4 амперную сейчас что увидите на 4 амперный он в принципе его докрутил но в конце ну я кручу без рукояти и получается на 4 амперной батареи я даже удержать этот шуруповерт не могу поэтому ставим рукоять дополнительную и пробуем делать с ней уже с рукоятью 280 глухарь зашел в принципе без особых проблем стабильненько конце сработала защита но в принципе он смог этот глухарь докрутить берем еще здоровее это 300 глухарь он также закручивается практически на одном дыхании в конце срабатывает защита но без проблем шуруповерт может все это дело докрутить и для интереса под конец я решил добавить именно 8 амперную батарею посмотреть если какая-то разница в общем он также на одном дыхании все это дело крутит в конце чуть-чуть приходится докрутить кстати многие наверно заметили что когда мы работали с рукоятью шуруповерт прям стабильно закручивал глухари а когда работали без рукояти почему-то он часто уходил защиту здесь стоит интересная защита от проворота в общем чтобы не сломать вам в руки как это работает любое движение и шуруповерт отключается поэтому так часто он и уходил защиту чтобы ваши рученьких были сбережены и сами видели ну на 4 амперной батареи я даже удержать этот шуруповерт не смог теперь посмотрим на что данный шуруповерт способен на второй скорости в общем для этого нужно что-то посверлить использовать будем всеми любимые злые перья чем они отличаются от обычных фотографий сейчас видите там наконечник обычный он стандартная здесь как бы винчивающийся такой же хвостовик как у x-образных сверел в общем давайте начинать первым идет 16 справился без проблем 18 справился 20 справился 25 справился 32 справился сороковое перо он смог осилить но за несколько попыток ну а далее у меня есть 68 фоснер под подрозетники в общем давайте смотреть справится ли с ним и что мы видим он его осилил и внимание надеюсь вы заметили на второй скорости на сверлении то есть за один заход зашел вообще даже не почувствовал фоснер есть поздоровее 92 давайте пробовать и что мы видим на второй скорости 92 не осилил но переключаем на первую скорость и идет без проблем при этом в конце немножко закусила из-за этого ушел он защиту но в принципе смог просверлить но давайте еще один разок 92 и здесь вообще в лед просто без особых усилий на первой скорости прошел если вы думаете что это все есть еще поздоровее а это ну не обычный фоснер это злой фоснер с вкручиванием то есть обычные шурики его не осилил давайте пробовать это 117 фоснер и что мы видим вначале была небольшая заминка но в принципе он справился с ним на ура я думаю в том что шуруповерт у нас мощный вопросов нет но здесь у него есть трещотка в общем переставляем в режим закручивания саморезов и смотрим какая здесь трещотка саморезы стандартные 35 закручиваем столешницу как и все остальное и что мы видим трещотка здесь присутствует несмотря на то что мощностью шурика 150 ньютон метров но 3 щеточка мягенькая у данного шуруповерта три режима это закручивание саморезов сверление а также есть сверление с ударом в общем давайте посмотрим как он справится с десятым буром в общем бурен бетон на морозе сейчас у нас минус 10 и шуруповерт с этим бетоном справляется не так быстро как перфоратор но надо понимать что здесь силы удара намного меньше но в бетоне все это дело работает также у многих остался вопрос где можно приобрести крест в общем он продается практически во всех магазинах а также маркетплейсах нашей страны но в описании оставлю ссылку на официальный магазин называется он крест . tools defis russia . ru там можно посмотреть весь модельный ряд от компании креста он достаточно немаленький есть не только аккумуляторный но и сетевой инструмент также на сайте можно будет посмотреть актуальные цены на данный момент в общем все ссылки будут как обычно в описании теперь посмотрим то что находится внутри аккумуляторных батареи в общем двушка четверка-восьмерка начнем с двушки здесь короче она вся практически запаяна ничего особо не видно но если ковырнуть то видно что там банки такие же как и на четверке по платье она здесь практически полностью залита банки что на двушки что на четверке 18 650 теперь сама четверка здесь у нас маркировка есть фотографии сейчас видите из интересного подобные банки я встречал на ворксе встречал на кате еще много на каких нормальных инструментах и смотрите здесь банки подписаны фотографии также видите здесь написано крест p30 ну и завершается это дело восьми амперная батарея здесь у нас не 18 650 фотографии видите а нр 21700 и здесь стоят самсунге в общем плата также полностью залита практически все компоненты по поводу того что находится в шуруповерте все это дело мы сделаем когда будет сравнение я думаю будет намного интереснее посмотреть внутрянку сравнение с другими брендами из того что здесь осталось это подсветка рабочей зоны она располагается в районе аккумуляторной батареи имеет отсрочку далее все аккумуляторные батареи имеют индикатор заряда батарея что двушка что четверка что восьмерка ну и думаю на этом надо на сегодня заканчивать опять же в комментариях напишите как вам сегодняшний выпуск как вам новые тесты стоит ли это все дело оставить и если есть идея что вы хотели бы увидеть следующих тестах какие может быть интересны сверла и тому подобное пишите в комментариях если вам интересно мое мнение то она достаточно простое данный шурик достаточно мощные при этом безопасным не в принципе зашел ну в дальнейшем хотелось бы его конечно же сравнить с его конкурентами и понять насколько он мощный относительно ну к примеру макиты мелоки и тому подобное чтобы вы хотели увидеть следующих роликах пишите в комментариях и опять же порешаем добавим и тому подобное всем огромное спасибо за просмотр если ролик оказался интересным либо же полезным отблагодарить достаточно просто лайк репост подписка комментарии тому подобные простые действия от вас требуется всего лишь клик этот клик помогает делать все больше интересных и полезных видео спасибо за просмотр до новых встреч